Меня зовут Ростислав и именно я записываю эти ролики для вас, для вашего внимания. Сейчас я нахожусь в городе Запорожье, приехал погостить к родственникам. Ну а сам я родом из города Торецка, который раньше назывался город Дзержинск, Донецкой области. Погода сейчас прекрасная, градусов 7 тепла, вчера даже было теплее, до 11 градусов. Вообще-то канал у меня на мото тематику. Ну так получилось, что в это время вся мото жизнь замерла. Я попробую снять в новом для себя формате, в режиме какого-то блога. Если вам понравилось, то можете написать комментарий, продолжать ли дальше. Но очень прошу, не пишите всяких радостей. На этом канале не должны быть политики. Это прежде всего мото канал. Народ увляет по набережной, по берегу. Каждый занимается своим любимым делом. Кто-то ест чипсы, кто-то собирает что-то, кто-то просто любой ужин. Человек с металлоискателем сноет. У него своя охота, совет кубик. В дальнейшем планирую немножко изучить Запорожье. Походить, поснимать интересные места. Естественно, то, что можно снимать. И в этом городе очень много сильных мест, в которые хотел бы я побывать. Ну, а для вас, если интересует, напишите в комментариях, снимать ли дальше или не снимать про Запорожье. Так что подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, бейте колокольчик. Мы продолжаем. Будем жить. Пройдусь по пляжу, поснимаю, посмотрим Днепр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На этом красивом моменте можно было бы заканчивать ролик. Но тут мне негаданно, нежданно повезло. Мне попались очень интересные собеседники. Вот там вот, возле этого самого, вот, песочек закончился, и сразу заходите в водичку. А вот это вот все расстояние, все было дно реки Днепр. И туда, смотрите, он впереди, видите, прям острова какие-то образовались. Вот там вот воды нету. Так из-за чего это все ушло? Из-за чего это все? В каковке, говорит, там же водички много ушло. В каковке. И поэтому вот такое вот. Ну, хотя я читала, что в каком-то 70-каком-то году было же такое Днепр. А говорят, много рыбы именно пропало? Ой, много не видели, конечно. Если бы поехали туда на, как же это называется, район. Господи, за космосом в сторону, пески называется там у нас. Очень много малька. Прямо ребят приглашали всех рыбаков, чтобы они эту рыбу спасали. Все дно было усеяно. Но она получилась, получилась замерзла, да? Нет, вода ушла. Вода уже, наверное, вот так вот резко-резко-резко ушла. А малеку на дне лежала, было же холодно. Они там прячутся, наверное, я не знаю. Ну, говорят, выпиливали прям со льда. Она замерзла. Выпиливали, не видела. Выпиливала, не видела, потому что у меня муж рыбак, да, и смотрел все эти новости, говорит, надо ехать туда и есть. Ну, чувствуется запах рыбы. Или такой был, да? Нет, этот запах появился, наверное, я думаю, тут же был. Ударский, все это было. А куда она делась, непонятно. Все ушло. Ну, да. При моей памяти такого нет, но я же говорю, я прочитала в интернете, что якобы было уже такое тогда-то, когда было маловодие, видно, снегов было мало. Из Днепра тоже метров не двадцать ушло. Так это этот берег. А вот там, если поехать в карьер, там полностью скалы оголились. И там видно прямо по скалам, а сколько метров упустилась вода. То есть она и опустилась, и ушла. Вообще кошмар, как далеко ушло. В общем, вы в шоке, да? Я в шоке. Я в шоке. Метров двадцать. Они, вот ребята так и пишут все, которые блогеры снимают, что метров на двадцать она ушла. Так она еще уменьшается или остановилась? А мы же не можем, мы же не измеряем каждый день, если кто-то меряем. Ну, наверное, люди шмельюют. Там прям очень много дач, моторовские там дачи, дач из его города. И там просто в шоке были, сколько вот там же маленьких таких затоки для рыбы. Там очень много плодилось. Росло. Ну, очень-очень много предпогибли. А на затоках получается как бы напротив, по Днепру там есть беленькое у нас село. И вот напротив они примерно, и там у нас очень много плавней. И в этих плавнях же очень много всегда рыбы. Я думаю, что он рыбалку все время ездит. То есть это как бы за островом. Поняли, да? Это городской пляж, да, с очень популярной. И мы даже с правого берега сюда приезжали, потому что здесь вот всегда куча машин стояла. Но его не облагородили. Облагородили хорошие пляжи у нас дальше, там возле Дубовой рощи. Это далеко, да? Нет, не далеко. Если по набережной поедете, кстати, там очень красиво тоже. Дубовая роща. По Дубовой рощи проедете прямо на берегу одна база, потом не доезжая будет вторая там база. Очень-очень там ухоженная, ну уже вип-класса. То есть и кафе там, и эти красивые, как называются, навесы, где... Ну платных пляжей нет? Платные два. Есть, да? Платные, да. А это именно городской бесплатный? Это городской бесплатный совершенно. Ну а людей летом много, да, здесь все отдыхают? Ну у нас же народ, господи, тут три часа идти на море. Потому что отдыхали всегда на море. Тут никто не считал. Только пятница, строй стоит, уже все поехали на Кирилловку. Кирилловка, Бердянск. Да, это самая популярная зона. Конечно, да. Не, у нас там все эти базы, мы туда все. Мало того, по Днепру очень много, вот это опять-таки разумовка беленькая, туда все ехали. То рыбаки, там очень красиво, там, я же говорю, заводи называются плавные. Там очень много всякой птицы, всяких рыб, потом вот эти вот лисицы, олени. Там все только нету. Кстати, на острове тоже олени ходят. Вот сейчас ребята, кто-то охотой, которые занимаются, у нас два известных художника, так они это, прям снимают. Живы, бегают, их никто не трогает, тем более. И на Хортице у нас очень много пляжей тоже. Этот, видите, ДСС, по-моему, дом отдыха всегда был, да? Сюда тоже приезжали. А с той стороны, небольшой остров, кстати, не широкий, его пешком можно пройти. С той стороны, там полностью весь остров, я не помню, сколько километров до конца, да, базы стоят. Заводов раньше, ферросплавный, Днепроспецталь, ЗТЗ, пионерские лагеря там, аж два было. Ферросплавный, сказала, Коксахим. В общем-то, очень много. База на базе была. И они даже в том году еще работали. Уже, знаете, как они там разделились. Это частная, это и не частная. И зарабатывали. А людям какая разница, где платить, правильно? Крыша над головой есть. И хорошо. Там и шашлыки, и все на свете. Тоже там пляжи приезжали машинами обычно, оставляли наверху. Сустился. Ну, далеко совершенно, там по горочке. И тоже пляжи под деревьями. Там у нас туристический слет, то есть это всегда были на той стороне. Потому что там скала, там красиво. Мы с пацанами, у меня два внука и две внучки. Ну, может быть. А почему вы нет? Как охота? Да, смурдяк собирает. Конечно, смурдяк. Мне в куске прислаживает, смотри, вода упала. Я знаю. Мужики говорят, лагают конкуренты. Это не соревнования, кто-то не найдет. Ну, да. Бой дядок, у нас соревновательный. И не хорошее соревновательное. А я смотрю, катушка какая-то необычная. Это самоделка? Это все самоделка, да? Ну, типа как пират, да? Ну, пират это же так. Первый секс и остальные. О, у вас и морковка тоже есть, и как полагается. Да. Молодец. Слэнф. Да, кричалка есть. Без нежника. Не надо с собой это носить. Выбивай ее все. Си-то карточек. Ну, ты по пляжу. Хотя ведь не везде, что песок чистый. Тут у нас песок вообще нет. Этот ездит только милость собирает. Начальник даже всех гоняет. Трактор маняет, вот он все это, с чашек собирает себе. Как будто тут золо там рассыпает. Это что? А, видите, как это, в Нью-Йорке пляж называется. Там есть. Брэйтан-бища. Брэйтан-бища. Так ты даже не пускаешь. Просто так. Там ночью ходят. Погодни. Ну, ясно. Сюда тоже не ходят. Это когда-то приезжали когда-то евреи. По третьей волне. По старушке там все, что нацепили на себя. Они иногда теряли. Вадь в океан заходили. Там вон. Вот так и пляж. Больше всего это ланг, а там пляжи. Возвухом дышишь, так же не выгонишь себя никак. Выбегай. Одно я тут там брушку нашел, это, царскую. Это они там на пляже, там рыбаки сидят. Ну, нормально, взяться. Вот пляж. Они там ее там дали годами. Турнится. И я просто иду, кое-то сюда говорю, да ладно, выкопнули. Копнули, видяшку, ничего себе. А так ничего, что-то ловить нечего. Вот там на правом берегу, по берегу, на скалах, колечко нашел, самодельное. Видать, очень-очень старое. И у меня вот надо на другую частоту, там, аймишный. Вот. На однопридорчество настраиваться, надо по полям ходить. Но это надо время, раз, чтобы совпасть, когда поле чистое. Будешь лазить по фермеру, когда с ней захочешь. Ну, или когда вспахалишь, тоже, когда распахивают. Воспасть не надо вылазить. Ну, да. Лучше всего после сбора. Или весной, когда чистая земля, влажная. Потому что замахайся, пьезда упадет, песочек. Поехал мне как-то там на одно бывшее село, в Немецкую колонию. Думаю, ну, должно быть там, когда наши приходили все забирать, как говорится, добровольно, то должны были люди спрятать. Так зашел туда, боже, что там делать. Ну, капец, короче. А потом же давай включать, где он должен быть запрятан. То есть должно быть, ну, видное место, которое и через 50 лет оно не изменит свою координацию. То есть там ее не сделать. И там, получается, как бы, вот та улочка, потом там та улочка. А здесь, ну, я, скажем, поношу Майдан, да, такая площадка. И здесь большая такая крыльца, 2 метра, наверное, 8 диаметра. Ну, уже обсыпано было. А рядом дровящее дерево, такое старое, старое. Вот. Я думаю, о, тут сам этот, подошел, потому что там бесполезно, мусор, камни. Ну, ничего, невозможно не гонять этим, не копать, ничего там, на что, прям медяшка всякая. Мусор, короче, как ладно. И я подошел, я думаю, так, ага, померил от центра этой же крыльцы до центра дерева 8 метров. Подхожу сюда, там, вот такая уже ямка, короче, поздно моя логика впустилась. Ну, как, поздно приехал. Ямка, вот, выкопана где-то на полтора штыка. Внизу, ну, донышко, это будет, что-то, ну, понял, сундучок. То есть, ну, ребята тоже, если, они у меня такие умные. А ребята экспедициями ездят, они встают пятером, шестером, ну, там, два же поприедут, человек 8 ездит. И они там поле зацеживают там за час. Выбивают, да. Да, или, или там поселок, население. Поэтому вот и такое дело. Я желаю вам поменьше конкуренции. Да нет, я не переживаю. По полю ходить, да, там наконечник. У меня там один знакомый есть, там наконечник, наконечник. Я говорю, когда же мы к тебе в село поедем, там, ну, Панское село, усадьба. И он там, ну, где-то клад, говорит, ну, там 5 на 5 километров. Говорит, ну, я там в квадрате. Я говорю, да, не, я говорю, это подъехать по месту, надо посмотреть. Ну, Пан же тоже не пидает посевать по полю. Мы дурак, будем в поле зарывать. Там должно быть такое место определенное. Я в Беларуси когда-то жил, с первой жены, и там, ну, с ее родины, там, с село поехали, да, до Кумы в гости. И это же проходим там пешком, если куда, километра 8. И там приходит такая высокая, говорит, это Панская горка. Тут Панский, говорит, был этот, усадьба была Панская. Ну, красиво, конечно, да, так. Раздол такой, потом излучены реки, вот. И озеро круглое, как просто капятачок. Есть такие озера, кажется, вот, нам в него нет. И вот это, говорит, тут же стоял, это сам, усадьба, говорит, в войну тут окопы были. Я потом, в другой раз, когда шел, поднимался наверх, да, суки, окопы порыли. Ну, оно же хорошо, полностью обзор хороший, пожалуйста. Поставил пушку. С высоты. Да, и капитально ты держишь, полностью, ты есть обзор, чисто красота. Говоришь же, ну, приезжал и пан после революции, после всех делов этих, после Шухера, и его родственники приезжали, говорит, Ковыряли эту горку, представляешь, войнуха, там окопы перекопали, и все, войнуха, все, короче, говорит. У каждого карта, говорит, там, здоровое такое село, ну, как поселок по-нашему, да, здоровенный такой, это, усадьба центральная. Говорит, у каждого эта схема есть, где, где, что, короче. Ну, короче, все ковыряли, там перековыряли, нифига. Мужик едет на телегу, это, там, что-то строился у себя, говорит, ну, надо поехать песочку налить. А там, у него, это ж насыпано с песка полностью было, гора, здоровая такая, усокая. Ну, и он тоже ходил, ходил вокруг этой горки, везде, ну, обсыпались, грязные. А там лежит вот этот валун, если, знаете, железо стоит этот, этот, кварц такой, ржавая херня такая, здоровый валун. И он берет лопату и смотрит, там, вот, чистый песочком. Ну, и сейчас я там вычищу, и оттуда песочком наберу, такой, дыць лопаток, херак, посыпался, кувшечек, 187-то монет. Ну, когда-то в войне даже, ну, в советских газетах писали, и сдал же весь склад, дурак. Вот так, все искали, понимаешь, вот один, один невзрачный ударчик лопатой, бах, и посыпалось. Да, удивительный, конечно, для сухих. А тут ничего, я там в конце когда-то, лет пять назад, сережку нашел, серебряную, из, ну, женчуг, не природная, наверное, знаешь, искусственная, потому что он сильно кругленький. Думал, рыжая, а темно ж ночью копал, пришел домой, в маршрутке не видно, пришел домой, серебрюшка. Ну, на чернухе, может, отобьетесь. Не, я чернуху только чищу, мусор, пробки там, всякие, гвозди, я туда вынесу, высыпаю. А, понятно. Потом чищу, я просто там на других пляжах хожу уже, когда я почистил, идешь приятно, тишина такая где-то, бэн-бэн, положи монетка. Я так же надоедаю, сто, двести, грязюки там, на какой-то монетке. А тут мелочи мало тут, в основном себя, то там дальше, там место было, где вот, заходят, ноги помыть. То там вот, вот, чуть-чуть монеток было, сто стороны, а тут нет. С той стороны тоже нету, там вот, на краю есть, там вот ходят эти моржи, и пацаны. И там вот этот мужик мне рассказывал, он нашел, он нашел крестик. Кто-то, видать, раздевался, может, уже пьяные были, и, короче, оторвал. Говорю, крест я не вбил принципиально, пришел, там нашел крестик, смотрю, он пляжи серебряные носит, золотой не берет. Потому что ты берешь чужую ножку, пусть таскать, где-то куда уберешь. Лучше выкинься, или закопай. Ну, это страшный мулет. Я же не знал, начал ловить интернет, а это, кольцо, оференная весть там страшная. Я его поехал, а они, пляж, закинули, ну, вот, метра восемь, ну, подальше закинули. Думаю, если будут ныряльщики, эти же есть любители, у меня туда не приходил. А ты, па, ну, вот, ну, такой сделаешь. Я говорю, ну, сделать можно, а смысл? В аквалан не ныряют, там, деньги тратить, где-то, лазят, там, может, что-то там найдешь. Это ж надо знать конкретно, что искать, чтобы оно стоило бы. А я отрыл его так глубоко, думаю, ух, такая интересная штучка. Да что, бегом я поехал, там, по пути, вышел нахуй, подальше, по углу, там, метров 20 лампина. Вот, оказывается, там, чуть-чуть я себе не зацепил вещь, потому что он тяжелую энергию за собой таскает, потому что то, что учение у человека начинается очень серьезное. Поэтому такие на пляже разные вещи бывают. Так, ну, спасибо, вы интересный собеседник. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!